Японец Сёма Уна, присутствующий на московском этапе. Состав очень приличный у мужчин, помимо японцев, который в нынешнем сезоне один из этапов предыдущих уже успел выиграть. Также присутствует и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес. Он будет кататься во второй разминке под первым стартовым номером. Но и три россиянина постараются побороться с фаворитами этого этапа. Михаил Коляда, обладатель четвертого места на чемпионате мира, появится на льду сразу же вслед за Эладжем Бальде. Канадцам, прекрасно говорящим по-русски, Гордей Гошков и Артур Дмитриев. Еще два российских спортсмена. Бригада судей. Рефери. По условиям регламента на серии Гран-при в одиночном фигурном катании может присутствовать по 12 человек. И полная квота выбрана как у мужчин, так и у женщин. Три россиянина присутствуют в этом списке участников. Но помимо них, я уже упоминал сразу несколько атлетов. Великолепно говорят по-русски. Это и латвийский спортсмен Денис Васильев, это и Алексей Почетко из Израиля, это Александр Майоров, выступающий под плагом Швеции. Так что, ну уж, кого-кого, а фигуристов, которые прекрасно знакомы с Россией, с Москвой, с нашим языком, в списке участников хватает более чем. Илаж Бальде, которому выпала открывать программу мужчин, вообще родом из Москвы. И, естественно, тоже прекрасно говорит на нашем языке. В общем, здесь будет на кого посмотреть, кем полюбоваться, за кого поболеть, попереживать. И, конечно, восхититься той сложностью и теми программами, которые эти спортсмены демонстрируют. И уже не только в нынешнем сезоне. Я уже даже не знаю, кто тут будет такие программы демонстрировать. Ну, Фернандес и Уна однозначно. Ну, Фернандес и Уна однозначно, конечно, да. Они, думаю, они будут прыгать, я думаю, что по два четверных в короткую программу. Уже в короткую программу. Да, уже в короткую программу. Потому что я видела в интернете размещенный прыжок Риттбергер, это было несколько часов. Технический контролер. Фернандес. Да, когда прыгнул Фернандес. Технический контролер. И это очень красивый прыжок. Мне удавалось видеть это на тренировках. Не у него. Не у него, да. Нет, у Гачинского. Но до соревнований этот прыжок не доживал никогда. К великому сожалению. Да, к великому сожалению. Но он такой красивый. Он и сложный, и красивый очень. В этом году меня, конечно, поражает то, что все прыгают. И ЛУЦ прыгают четверной. И ФЛИП прыгают четверной. И в каскадах. По пять четверных прыжков вставляют в произвольную программу. И еще с этим не выигрывают. И еще не выигрывают. И еще с этим не выигрывают. Любой прыжок может поломать голеностоп на всю оставшуюся жизнь. И не выигрывают. Потому что что-то не так у них в катании. Что может быть не так в катании, когда люди прыгают четверной прыжок с ноги на ногу. Я, в общем... Ну, вот не такое катание. Не такое окрыленное, одухотворенное. Конечно, прыгая один прыжок или два, можно себе позволить. Хотя тоже очень сложно. Очень сложно. И там два акселя. И программа у всех очень насыщенная. И я даже не знаю, куда уже дальше мужикам равняться. Потому что у всех уже перенесены четверные прыжки во вторую половину. Потому что они прыгают с произвольной по четыре. И они не могут прыгать их все в первой части. Поэтому они прыгают во второй. И прыгают. Конкретно прыгают. То есть откуда такое здоровье? Непонятно. Как мячики. Как Денис Горшков, Россия. Стоит только попробовать. Стоит только попробовать прыгнуть четверной. После чего ты его будешь обязательно исполнять. На почти всех соревнованиях. Просто каждый спортсмен и тренер, каждый понимает, чем он может отличиться. Чем можно выиграть короткую программу. Чистым исполнением двух четверных прыжков и акселя. И один из которых четверной будет в каскаде с тройным. Можно выиграть короткую программу. И к этому очень многие стремятся. И наши спортсмены, и зарубежные спортсмены. А когда стали прыгать в короткой? В короткой все-таки каждый элемент стоит дороже, чем в произвольной. Потому что срыв любого элемента влечет в твое поражение практически стопроцентное. Ну, фактически, да. Отбрасывает тебя. Отбрасывает тебя. И дальше ты как зайчик там уже в других разминках. Там ты уже катаешься и радуешься. Просто радуешься. Вот на победе уже как бы и не радуешься. Вот. Но бывает, что из второго и из третьего эшелона выдающиеся добираются опять до пьедестала. Вот. Но... Но редко. Хотя японец сейчас тоже плохо прокатал короткую программу, да? А произвольно прокатал как бы намного лучше. Не безошибочно. Но по тому, как он катается, конечно, он мастер большой. Он олимпийский чемпион. Но все-таки до первого места не добрался. Весь лед прямо усыпан четверными и тройными акселями. Весь, прямо вот весь. С разных сторон. Как же я обожаю мужскую разминку. Ничего, наверное, нет лучше мужской разминки. Когда уже на чемпионате мира, когда вот эта последняя шестерка. О, коляда очень точно. Очень точно четверной тулуп. Просто на раз-два-три. Но пока больше количества четверных все-таки нам демонстрирует вот этот невысокий японец, который... Малышатина? Да, да, да. Который Малышатина? Все молнио. И вот еще один четверной тулуп. И тройной. Да, казалось бы, не так давно, еще лет пять назад, что четверные прыжки фактически тебя вели к очень высокому месту в короткой или произвольной программе. А сейчас почти каждый первый их исполняет. Но любопытно, что, согласно предварительной заявке, вот в этой группе участников не все, нет, не все будут прыгать четверной. Так что, видимо, пытаются оградить себя от малейшего риска спортсмен. Ну, знаете, это тут так нельзя, потому что если ты четверной не прыгаешь, то это уже не мужское одиночное катание. Мужской введен давно в короткую программу, и в короткой программе есть риск, и теперь прыгают по два четверных, и без них просто тяжело. Просто тяжело, как бы ты ни катался. Это техническое мастерство, это именно путь в мужском одиночном катании. Ну, вот на одном из предыдущих этапов мы видели, что спортсмены понабрали, как каждый, там, по 70 с небольшим баллов. И в итоге из этого, естественно, не смогли потом выбраться в призовые места, ввиду того, что очень многое, не то чтобы потеряли, не добрали. Не добрали в короткой программе, и как раз... Ну, что это в короткой программе 70? Ну, вот. Это уже ничего. 70? Вот как раз где это. Это ничего. Тех, кто набрал 70 или даже меньше, был целый список, и как следствие бороться с лучшими из лучших, им в итоге... Это сотни человек в мире, которые могут набрать 70. 68, 70. Надо рисковать, безусловно. Ну, а вот и Степан Ламбьель, который с нынешнего сезона работает с Денисом Васильевым из Латвии. Денис Васильев под третьим. А мне кажется, что они хорошо работают. Вот сегодня и посмотрим.